Ребята, всем привет! С вами Вика, и вы находитесь на канале Виктория Хрупкая. Жаловать всем, кто впервые заглянул на мой канал, и, конечно же, я приветствую своих любимых зрительниц и зрителей. Сказала. Настал тот долгожданный вечер, когда я наконец-то собралась записать вам видео на тему вопрос-ответ. Я собирала вопросы недели две, записала их все вот в такую тетрадочку, и сейчас попробую вам по порядку на все эти вопросы ответить. Начну с того, что я веду свой канал с декабря прошлого года, 20-го, и я до сих пор иногда себя чувствую неуверенно в первые минуты, во всяком случае, перед камерой, поэтому извините. Так смешно начинать всегда. Вот, вопросов было много, вопросы были очень интересные, очень такие глубокие, и я как бы ходила там недели две, наверное, над каждым думала. Вот, и, пожалуй, первый, единственное, да, сразу извиняюсь, я не на все вопросы записала, кто имена, да, то есть, да, короче, я не знаю, кто какие вопросы задавал, потому что я их вот так записывала, где-то так помню в голове, а вы можете, наверное, в комментариях писать, да, я задавала этот вопрос, и написать спасибо Вике, что ответила на мой вопрос. Наверное, так сделайте. Вот, тогда все зрители будут знать, кто какой вопрос задавал. И начну я с вопроса о моих первых впечатлениях, когда я попала в Германию, то есть, как мы переехали сюда. Это было в году 2004, декабрь. Да, я только что закончила медицинский колледж, студенческая жизнь, в общем, 5 июля у меня был день рождения, я получаю диплом, 24 июля у нас с Иваном была уже свадьба, а в декабре мы переехали в Германию. Добирались мы, вот мои первые впечатления начинались уже с дороги, мы решили поехать на автобусе, наивно полагая, что мы мир при этом посмотрим. У нас была возможность улететь на самолете, но казалось, что мы посмотрим какие-то города, какие-то страны, да, и это очень интересно будет. На самом деле, никогда так не делайте, летите на самолете, потому что 4,5 дня в пути, это было то еще и испытание. Мы ехали на большом автобусе, на двухэтажном, но тем не менее, да, все люди вместе с нами, они ехали в Германию, ехали на ПМЖ, и, соответственно, у всех было очень много вещей с собой, эти вещи, они лежали везде, в проходах, то есть, все было завалено этими вещами, и вот выходить с автобуса там в туалет, туалет, кстати, обещали, что он будет в автобусе, его не было, и это было все настолько неудобно, а еще, знаете, вот эти вот русские путешествия, да, с котлетками, с пельмешками, стояла вот эта жуткая вонь, чесноком, и вот это было ужасно, честно, это кошмарно было, а еще это была зима, было холодно, нас останавливали, были огромные очереди в туалеты, я помню, что на одной станции я застряла в туалете, в общем, нас высели, вывели, очередь была километровая, а мне так надо было, я побежала не туда, где все стоят, а побежала в соседний магазинчик, или кафешка там какая-то была, в общем, я туда зашла, сделала свои дела, а как выйти, не знаю, ручка, знаете, такая кругленькая, в Казахстане таких не было, в общем, я ее туда-сюда, обратно, дверь не открывается, я в панике, что без меня сейчас уедут, что меня там потеряли, я долбилась в эту дверь, никто не слышал, потому что туалет, он бы как-то там в закутке находился, в общем, да, потом уже, когда все сели в автобус, Иван, где моя жена, все, как бы он знал, куда я пошла, и, в общем, он не открыл. Вот, потом мы приехали во Фридланд, да, все, кто едут на ПМЖ в Германию, они сначала должны зарегистрироваться, что они приехали, это, как правило, Фридланд, да, такой лагерь, 99% все люди, которые приезжают на ПМЖ, проходят эту регистрацию именно во Фридланде, и вот, когда мы приехали, нас, значит, поселили в какую-то огромную комнату, там стояло много... к соседям дерутся, что ли, стояло много кроватей, и мне этот показалось настолько диким, да, как так, но, знаете, скорее всего, такие впечатления были от дикой усталости, ну, 4,5 дня в пути, да. Потом нас забрали родственники, вроде бы все было хорошо, да, было все очень удивительно, все очень интересно, да, потому что оно было все другое, оно совершенно выглядело по-другому, другие запахи, другие люди, все по-другому одеты, иностранная речь, да, то есть, как бы я была еще девчонкой, мне было всего 20 лет, да, когда мы сюда переехали. Очень интересно было, любопытно, и у меня были вот такие, вот такие огромные розовые очки, и мне казалось, что в Германии нет несчастливых людей, что здесь все-все хорошо, что медицина на высшем уровне, здесь никто не болеет, никто не нуждается там в деньгах, у всех свой дом, своя машина, то есть, вот у меня были такие понятия о Германии. То есть, на тот момент машина казалась какой-то роскошью, знала бы я, что машина нужна для того, чтобы в 5 утра ты мог добраться на работу, потому что автобусы еще не ходят. Ой, шучу, но в каждой шутке есть доля правды, да, то есть, в Германии машина это не роскошь для большинства людей, а действительно средство передвижения, потому что автобусы ходят в основном для школьников, пенсионеров и людей, которые работают в городе, наверное. Вот, а добраться до какого-то завода, там к 5 утра, если рабочий день начинается, это очень сложно, очень. И тут же я могу ответить на вопрос, любите ли вы водить машину. Да, машина у меня есть, у меня права с 23 лет, насколько я помню, или 24. На машину водить я не люблю, это надо, да, доехать до работы, до магазина. А куда-то путешествовать далеко, я не любитель, я лучше буду сидеть рядышком. Или даже я так скажу, я не люблю путешествовать на машине, я предпочитаю самолет. Вот, вот, если на какие-то расстояния, то лучше на самолете. Вот, ну а по Германии, естественно, приходится путешествовать на машине, я люблю, когда кто-то за рулем, я сама не люблю. Вот, единственное, когда я люблю, когда у меня вторая смена, это 12 ночи и на дорогах вообще никого, тогда я вырубаю громкую музыку и могу песни попеть, и никто меня с открытым ртом не увидит. Вот, вот так я люблю ездить. Вот, возвращаясь, возвращаясь в Германию, мои первые впечатления, да, после Фридлянда мы попали, в общем, да, нас приютили родственники, потому что они тоже зашли, посмотрели, нет-нет-нет, и, в общем, нас забрали. На следующий день мы опять попали в какой-то лагерь, нам выдавали деньги, вещи, еще что-то, потому что, ну, так-так надо было, да. И мне казалось, вау-вау-вау, нам там дали спортивные костюмы, кроссовки, какое-то постельное белье, полотенце, вот что-то в этом роде, да, я уже честно не помню. И казалось, что эта манна небесная, она будет продолжаться всю нашу последующую жизнь. Вот, ну и нашим следующим шагом был переезд уже на постоянное место жительства, в постоянный какой-то лагерь. И поскольку все родственники со стороны Ивана жили вот на этой земле, нас отправили именно на эту землю, но в соседний город. То есть не в тот город, где все жили, а где-то 35-40 километров от них. И этот город был Швебешхаль, в котором мы, в принципе, до сих пор и живем уже 17 лет. Но сам город, я сразу скажу, что это была вот прям любовь с первого взгляда. Такого я в своей жизни еще никогда не видела. Это такой старый, древний, средневековый город с очень богатой историей. Вот эти вот все строения, эта церковь, и это все настоящее. Но для меня это... То есть про такие города я видела сказки детские. И когда ты попадаешь вот в эту атмосферу, эти узенькие улочки, эти фахверковые дома, эти крыши, это лепнина на домах, да, тут есть несколько зданий в стиле барокко. И здесь же совмещается что-то стеклянное, современное. То есть реально снесло крышу. Вот я влюбилась. И была возможность переехать в соседний город, ну там, где все родственники жили. Но в том городе не было такой красоты, потому что город действительно во время войны очень сильно пострадал. Его бомбили, и вот именно этого средневекового старого города там нет. Ну, может быть, пару зданий. А Швейбешхаль, его как-то вот обошло стороной. Буквально пару бомб сюда как-то свалилось во время войны. Одна в самом городе. На этом месте у нас сейчас городская библиотека. Она полностью истекла, но очень гармонично они ее туда вписали. Вот, и где-то за городом. То есть город сохранился в первоизданной красоте, можно так сказать. Вот, поселили нас в лагерь. Опять-таки про мои впечатления, да. Слушайте, я вам так буду очень долго рассказывать. Вот, нас поселили в лагерь. Это была как бы квартира на две семьи. Ну, а нас и было две семьи, да. Родители Ивана и мы. Кухня у нас была общая. И вот так мы прожили где-то два месяца. И как-то, знаете, мы были молодые, и нам хотелось жить уже как бы отдельно от родителей, понимаете. И мы очень быстро сняли квартиру. Мы были реально молодожены на тот момент. В тот момент была у нас такая знаменитая Таня Баум, маклер. Многие, многие кто меня смотрят, ее, наверное, помнят. И она нам подобрала квартиру, правда, в другом районе, в старом. И вот мы переехали. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу пледа от Тома Тейлора и рыжей Алисы, которая не дает плед. Не дает, не отдает его. Видите, что делает? Отдай мой плед, отдай. В общем, она лежит на нем. Теперь это ее домик, это ее личный плед. То она его жманькает, то она его нализывает, то она его накусывает. Да, самый вкусный плед в мире получился. Алиса, скажи всем привет. Ай, красотка, ай, красотка какая. Ой, сладкая девочка. В общем, моя Алиса и пледико. Все, рекламная пауза окончена. Мои впечатления о лагере. Когда это все равно, это была общага, да? Это общага. Я привыкла жить у себя дома в своей комнате. И мне как бы не хватало своего личного пространства. Ну, Ивану, Ивану в том числе, да? Кстати, в этом лагере я впервые, впервые в своей жизни увидела темнокожих людей. То есть до этого я никогда не видела. Это вот было мое удивление. И мне так хотелось их потрогать. Почему? Вот как так, да? Ну, в телевизоре я их, конечно, видела. По телевизору в телевизоре. Вот. Я помню, это была зима, был снег, и они играли в снежки. Я с папой разговаривала по телефону. И говорю, что тут, пап, тут представляешь, афроамериканцы. Они играют афроамериканцы, да? Чтобы никого не обидеть, я их так назову. Они играют в снежки. Папа ржал там. Как? Я говорю, ну, они вот сюда прибыли, а они снега никогда не видели. Вот играют в снежки. Вот. И, в общем, очень быстро мы съехали с этого лагеря. И вот с этого момента началась наша взрослая жизнь. Сейчас расскажу немножечко и отвечу на следующий вопрос. После школы я заканчивала... Я была студенткой медицинского колледжа. Сначала это был частный колледж, Авиценна. Я знаю, что мне многие смотрят Симпалатинска, и это был вот один из вопросов. Первый курс я закончила в Авицене. Там я встретила своего мужа, мы с ним познакомились. Но он был третий курсник, а я первая. Первый год мне не очень понравился, несмотря на то, что я была отличница. Но мне казалось, что знания там дают, ну, недостаточно хорошо. Как бы это было новое учебное заведение, оно было частное, оно было платное. И, вы знаете, я бы с самого начала поступала в государственные, но я не планировала. Я поступала на ход графа, я не поступила. И вот дабы не потерять год, раньше же не принято так было, да, сейчас, конечно, я бы никуда не пошла, я бы год лучше бы потренировалась, подучилась, и на следующий бы уже поступила туда, куда я хочу. Но тогда так было не принято, и как бы выбора у меня особого не было, потому что уже было поздно куда-либо в другое место поступать. И бабушка меня, в общем, навострополила, что медсестра, это всегда, это очень полезная профессия. И даже если ты не будешь по ней работать, она в жизни тебе всегда пригодится. Вот в чём моя бабушка была права, то вот что в жизни это всегда пригодится, и правда. На втором курсе я ухожу в государственный колледж имени Калматаева. Вот здесь, конечно, уже начался такой жескач, потому что беженцев, перебежчиков там ужасно не любили. И считалось, что в Авицене оценки покупаются, и что настоящих отличников там нет. В общем, первые пару месяцев мне пришлось реально доказывать, что не покупала я ваши оценки, и что действительно эти пятёрки, они из моей головы. Классный колледж, мне очень нравилось обучение. Теоретическая часть. Практическая часть была для меня очень сложной, потому что есть пару таких моментов, да, но может быть не в эфире, но я на дух не переношу. Есть я вот такой тошнотик, я не знаю, как бы об этом не стыдно сказать. То есть фекалии, вид фекалии равно рвота. Вот, это физиология, понимаете, это в голове. Возможно, с годами я бы к этому привыкла, но во время всех практик это была моя большая проблема, если дело касалось каких-то пролежней, открытой раны. Моя первая внутривенная инъекция другому человеку закончилась моим обмороком, да. Я ему, в общем, все как надо, все сделано, у меня руки дрожали. У него еще вены, знаете, такие были толстые, огромный пацан молодой, какой-то военный. Он не боялся никаких уколов, боялась я. В общем, я жгутом перетянула ему руку, игла у меня вошла в вену, в его вену. А кровь не пошла, и это все ни туда, ни сюда. Я не знаю, зачем я вам рассказываю. И, в общем, я вижу, что у него вена надувается, а я в этот момент падаю в обморок. В общем, я очнулась, я поняла, что я не так сделала. В общем, откачивали меня. Это для меня был такой шок, ужас и кошмар. Вот, а оказалось, что я просто жгут ему не сняла, и поэтому лекарство не поступает, и кровь там... Ой, это было ужасно. А второй неприятный момент, который мне больше всего запомнился, это была женщина, у которой была лейкемия, по-моему, последней стадии. У нее были жуткие пролежни, она была очень такая худенькая. И, в общем, нас привели просто на практику, да, в это гематологическое отделение. Я просто практику проходила, да. Моя задача была просто стоять рядом и смотреть. Я была в маске, и когда я это все увидела, мне стало плохо. То есть у меня закружилась голова, меня затошнило. А рядом стояла ее родственница, я не знаю, там, сестра, еще кто-то. И она меня так отчитала. Мне было так неприятно два раза, да, что, во-первых, во-вторых, возможно, я действительно к этой профессии не принадлежу, а во-вторых, ну, мне было неудобно, что за себя неудобно. Поэтому оставаться в медсестрах я в любом случае не планировала, потому что, ну, это не мое. Теоретическая часть, да, возможно, я бы пошла учиться дальше на врача. Это больше мое, да. Ну, естественно, не на хирурга, а на какого-нибудь терапевта, потому что именно внутренние заболевания, лечение, вот терапия, да, вот эти темы, предмет терапия, да, это интересовало меня больше всего. И как бы по этим предметам у меня всегда были пятаки. Вот, закончила, в общем, я этот колледж. Училась я классно. Ну, как классно, господи. Обучение длилось с 8 утра до 8 вечера. То есть у нас до обеда могла быть практика, а после обеда теоретическая часть или наоборот. И плюс к этому я участвовала активно в общественной жизни города. Я состояла в какой-то политической или неполитической партии за будущее Казахстана, за молодежь Казахстана. У нас был биологический центр, я еще туда успевала на всякие кружки ходить. То есть жизнь кипела, знаете, это была такая насыщенная жизнь. Мы ходили, помимо колледжа обучения, мы еще ходили в театр, в кино. Вот, понимаете, какая-то такая прям светская жизнь была. И она кипела, понимаете, столько всего интересного происходило за день. Моя бабушка мне всегда спрашивала, что у тебя там за батарейка стоит, ты когда-нибудь устаешь или нет. Я участвовала в КВН, понимаете. То есть это вот так вот все было. Это была настоящая студенческая жизнь. И после, когда мы сюда переехали в Германию, то есть закончила я колледж в июле, а переехали мы в декабре. И даже после окончания колледжа, когда мы уже ждали конкретно вызов, я не сидела дома, я пошла сдавать на права. То есть я опять-таки чем-то была занята. И когда мы сюда переехали в Германию, мы попали в некий вакуум. Понимаете, вся эта жизнь, она закончилась. Это была новая страна, где нет моих родных, где нет наших друзей, где ты не знаешь, куда пойти и чем заняться. И можно сказать, что полгода мы просидели дома. Да, мы гуляли на улице, мы изучали этот город. Тогда, кстати, интернета не было, была только карта, и мы гуляли по карте города. Это было так весело. Потом некоторые рассказывают, что у них вот в этих лагерях были какие-то кураторы, которые им рассказывали, что, как, зачем, почему, куда можно пойти. У нас такого куратора не было, и нам даже не рассказали, что я вот где-то рассказывала в своих видео, что здесь ходят автобусы, и можно передвигаться по городу на автобусах. В общем, первое время было ужасно скучно, ужасно. И мы не знали, куда себя деть, не было друзей, не было знакомых. Плюс ко всему мы оба были нулевые носители немецкого языка, то есть какие-то там элементарные фразы. На этом всё. Поэтому пойти в кино, ну какой смысл, да? Всё на немецком. Куда ты пойдёшь и чем ты займёшься. Вот. И я помню, что первое, что мы приобрели, опять-таки про деньги, да, мы всегда нуждались в деньгах, потому что мы их элементарно не умели тратить. Вот честно говорю, мы были молодые, молодая семья. У меня дома управляли, управляли дома деньгами родители, но я как бы умела копить. И даже несмотря на то, что мы получали здесь очень мало поначалу, и нам не хватало, потому что мы практически сразу, да, многие живут в лагере, и тем самым они платят очень мало денег за квартиру, за общежитие, да, и они как бы копят. А мы жили уже в квартире, а квартира стоила, ой, 400 с чем-то евро тогда, а у нас общий доход был вот от социала что-то 900-800, не помню сейчас. В общем, свободных денег у нас не так уж и много было. А ту сумму, которую нам вот сразу при въезде в Германию дали, мы ее потратили буквально неделю за две. Я помню, что мы купили вот такой, тогда в моде было круто, DVD-плеер, чтобы смотреть русские фильмы. Вот что мы купили. И, по-моему, телевизор мы купили, еще что-то. Но мы их не просто направо-налево, но мы какие-то вещи покупали. Во-первых, во-вторых, представьте, вы в новой стране с двумя чемоданами. Это же элементарно, что нужно покупать все, да, от чайной ложки, там, я не знаю, до кровати. Мы покупали постельное белье, подушки, одеяло, вот какие-то такие вещи необходимые, посуду. Это все нам надо было. Вот, поэтому деньги расходились очень быстро. Я помню, когда мы переехали в квартиру, это был февраль месяц, мы, значит, переехали, отдали большую сумму за кауцион, я помню, и вот этих денег самых у нас практически не было. Но мы были такие счастливые, я вам даже передать не могу, когда мы вот перешли порог своей квартиры. Я помню, мы где-то по какому-то объявлению нашли какой-то старый диван нам отдали, какой-то старый стол. Стульев, по-моему, у нас не было, но у нас был такой красивый, огромный, старинный диван зеленого цвета. Вот, но не было, чего-то там, короче, не было, потому что мы как-то, а, мы не спали вместе, вот у нас кровати не было. И мы с этого дивана сняли подушки вот так на пол и спали как-то вот, Иван, на полу, я на этом диване. Короче, было супер неудобно, но мы были такие счастливые. Я помню, что у нас не было денег даже на еду. Мы вот за все заплатили, у нас осталось 5 евро, что ли. А Иван будет мне поправлять комментарии, если будет смотреть мое видео. И мы пошли в русский магазин, который находился там через дорогу, вообще очень рядом. И мы купили пачку рожек или лапша, или рожки, что такое, и банку сгущенки. И вечером мы смотрели какой-то фильм и ели сгущенку, ой, эти рожки с этой сгущенкой. Это было так вкусно, я до сих пор этот вкус почему-то помню. Вот. Вот такие мои первые впечатления были. Первые полгода было ужасно скучно. Не знаю, мы не знали, куда себя деть. После той бурной жизни в Казахстане попасть вот в такую спокойную, тихую, размеренную, скучную, можно сказать, стариковскую какую-то жизнь. И через полгода нам дали курсы. До обеда мы ходили на курсы, а после обеда мы решили с Иваном, скорее всего, это было мое решение, мы решили с ним поработать. Работали мы в доме престарелых, да, Николя и Хайм. Он, кстати, до сих пор существует. И вот здесь впервые, впервые, скорее всего, через полгода мои вот эти вот розовые очки, они начали вот так потихонечку спускаться. То есть тут уже начало приходить понимание, да, когда ты просто здесь живешь в своем мире, и когда ты работаешь и общаешься с людьми, это уже как бы начинаешь культуру и менталитет этой страны чувствовать на своей шкуре, да. В общем и целом было неплохо. Мы до обеда, я уже говорила, учились, а после обеда часам к двум и до семи мы работали. Работали, ребята, за один ойра в час. Представьте, за один. Но требовали с нас не меньше, чем с тех людей, которые получали полноценную зарплату. То есть в мои обязанности входило... Здесь даже такая профессия есть, я вот сейчас не помню, как она называется. В мои обязанности входило погулять, поиграть, накормить. Вот что-то такое. В общем, я приходила, поила старичков кофе с булкой. Потом я играла с ними в настольные игры. Мы пели какие-то песенки, организовывали какие-то мини-концерты. Потом с некоторыми бабушками, которые прям хотели... Я помню, такая бабушка была одна, Валерии. Валерии. И я с ней гуляла, вот, ну, она в кресле, она сама ходить не могла. И вот я с ней по окрестностям гуляла. Это было, кстати, здорово, потому что тогда мы учили немецкий язык по полной. То есть до обеда теория, после обеда практика. Но вот здесь мы впервые, я столкнулась с непониманием, да, то есть того, что я не знаю немецкий язык. То есть мне попалась очень злая такая... Она была медсестра, она даже не была ляйтером, ну как, начальницей или еще кем-то. И она на меня постоянно орала, я не знаю. Но у нее реально что-то было со психикой. Это я сейчас понимаю. А тогда я просто рыдала. Вот мы зашли в лифт с коляской, вот этот момент почему-то, я помню, в лифт зашли с коляской, и она мне говорит, Дреум, Дреум. А я, ну, как бы пытаешься понять, да, по ситуации, даже если ты не знаешь немецкий, ты можешь по ситуации догадаться, да, что от тебя хотят. Я на этот лифт, на кнопки, на нее, на эту бабушку. Что? Что такое Дреум? Ну что это? Вот, и у меня одни вопросы, 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 и она давай на меня орать. Вот, ты уже живешь, ну, полгода в Германии, и ты еще не понимаешь самого элементарного. И вот здесь, знаете, вот этот момент, он был такой переломный. Тогда я так разозлилась. Я, кстати, пошла на курсы для продвинутых. И первый месяц мне было вообще как-то непонятно. Ну, буквы я, конечно, знала. Я учила немецкий там с пятого по девятый класс. Какие-то общие понятия о немецком-то у меня, конечно, были. Но у меня не было того уровня, кто, допустим, правда, поздние переселенцы, переселенцы, а не немцы, и у них в семье разговаривали на немецком. И вот этот момент, он так перевернул все мое вот это вот внутреннее. Да как так? Да я выучу этот немецкий, да я вам еще покажу, да я вам еще докажу. И вот с этого момента, да, как-то, как я села за книжки, как я давай учить этот немецкий, как я давай со всеми разговаривать на немецком, и начала сложные тексты учить. Как? Учиться читать сложные тексты. Я брала словарь. Тогда интернета еще не было. Это сейчас очень легко учиться, да? А тогда у нас был вот такой словарь один-два. И сидишь, вот это слово в словаре ищешь, или подобное слово ищешь. Не было такого, что там сразу в предложении, как оно стоит, да? С этим тоже много приколов было, но это как-нибудь в другом видео. И вот с того момента я начала активно учить немецкий язык. И когда мы уже заканчивали эти курсы, вот сейчас, чтобы не соврать, очень многие были возмущены, как это у меня такая хорошая оценка. Или какой-то у меня был там бал, и очень многие возмущались. Да кто она такая? Она, мол, вообще пришла сюда алфавит, типа не знала. А сейчас у нее такой какой-то там уровень. В общем, экзамен я сдала без проблем. Ребят, вот сейчас не помню, то ли третье место по группе, то ли четвертое. Ну, там из 25 человек, да, и все удивлялись, как так. А это вот, видите, сработало. Вот эта вот тетка злая, она мне на самом деле помогла, да? А Дреум, что такое было? Надо было зайти в лифт и коляску вот так перевернуть, чтобы удобнее было ее потом вывести с этого лифта. Вот. И она всегда, она всю свою жизнь запомнила, что это значит. Вот так. Резюме. Мои впечатления о Германии. Первое. Это вот такие огромные очки. Мне казалось, все круто, что здесь нет никаких проблем. Ни финансовых, ни каких-то семейных. Мне казалось, что тут все как в раю живут. Вот. Ну, это девчонка 20 лет, которой жизни не видела. Вот это были мои первые впечатления. А потом постепенно у меня эти очки начинали уходить. И как бы сейчас мы видим то, что мы видим. Вот. Надеюсь, я открыто ответила на этот вопрос. И перейду уже к следующему. В плане моих волос. Одна моя подписчица спрашивает, какой краской я крашу волосы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!